Всем привет! С вами Маша и вы на канале о нашем о главном. Сегодня будем обсуждать историю. Написала мне запрос на видео девушка. Зовут её Мария. Машенька тоже. Будем без фамилий. Так вот, история, честно вам скажу, не для слабонервных. Тоже как-то всё как-то круто закручивается в жизни у людей. Итак, зачитываем письмо. Привет, Машенька! Пишу тебе с просьбой о помощи разобраться в своей небольшой проблеме. Ну, небольшой. Машенька, ты это постеснялась, я-то уже письмо прочитала, но вы сейчас узнаете, ребят. Надеюсь на то, что ты выкроешь для меня время. Итак, мой вопрос. Как научиться жалеть близких людей? Мой вопрос покажется тебе странным, но мне действительно нужно мнение знающего и умного человека. Моя проблема в том, что у меня не получается возродить свою жалость к определенным людям, в данном случае к бабушкам. Они у меня болеют. Не то чтобы смертельной болезнью, но всё же серьёзно. И когда у меня спрашивают, ну вот тебе её не жалко, посмотри как она ходит. Я отвечаю, нет. Понимаешь, Маша, вот я не могу. Уже и выдавливаю себя, и уговариваю, говорю себе, ну посмотри, им больно, плохо, не могу. Я думаю, что всё имеет причину. И я считаю, что моя причина в том, что я обижена на них обеих. С обеими у меня прекрасные отношения, но когда остаюсь одна, понимаю, что мне больно, что со мной так поступили и поступают. Вот сейчас уже моё видение причины. С одной бабушкой со стороны папы у меня всегда было всё прекрасно. Она со мной с детства, и я обижена на неё за то, что она во многом защищает папу. Вот тут вот начинается реальная история. Мои родители в разводе, и поэтому объективного мнения не получишь ни от кого. Защищает совершенно ничтожные проблемы, звонки. Он мне не звонит никогда. Это всегда с моей стороны. Я ему звоню, интересуюсь его жизнью, рассказываю про себя, а от него ничего. И знаешь, когда я ей про это сказала, она ответила, почему он должен тебе звонить? Ты же его дочь. Может, у меня неправильная точка зрения и взгляд на жизнь, но я считала и считаю, что родители, а не дети, должны звонить своим... Что родители, а не дети, должны звонить. Маша, ну разве не так? Разве я в силу своего возраста не могу забыть, загуляться с подругами? Да, я думаю, многие из вас сейчас задумались, сколько же этой даме лет. Сейчас мы на это дадём. Которая считает, что она не должна звонить папе. По крайней мере, не всё время. И после этого она ждёт от меня какой-то жалости, сострадания. Я лично не могу принципиально переступить через себя и через свою обиду и злость. И во всех вопросах, касающихся папы, у неё позиция моя хата с краю. Отвечают мне общими фразами. Сама решай, ты же взрослая. Мне, к слову, 13 лет. И вот тут, ребята, опустился заново. Когда я дошла до этой точки, я так слегка подохренела. Ладно, сейчас дочитаем. Начнём про это осуждать. А со второй бабушкой уже более очевидная причина моего отношения к ней. Когда мне душевно плохо, тут, например, я поссорилась с подругой, и мне было так плохо, что хотелось рыдать днями и ночами. Морально я была подавлена, соответственно, речи об уроках не шло. Она отвечала как-то так. Ты что, охренела, что ли? Мне, если честно, стыдно это писать, потому что непозволительно так общаться с ребёнком, учитывая тот факт, что она завод школы, в которой я учусь, и педагог русского языка и литературы. И когда она говорит, посмотри, как я хожу, или что-либо в этом роде, я начинаю говорить про болезни своей другой бабушки, у которой, кстати, тоже проблемы с ногами. Мне не то, что не жалко, я даже ничего не чувствую, как будто это чужой человек. Мне не жалко её, я не испытываю к ней чувства сострадания, не считая, что она как человек, которого надо пожалеть. Я сама никогда не жду от людей того, что не даю им сама. И не буду давать другим людям то, что они не дают мне. И главное, аргументирует она свой ответ довольно остроумно в кавычках. Если человека жалеть, то он расслабится. Ну как можно сравнивать взрослого человека и тинейджера? В общем, не могу я разобраться в этом вопросе, в силу возраста или ещё, может, чего. Но это моё видение ситуации. Спасибо, Машу, не знаю, время прочитать, не прочитать. Ну да, проголосила последнее предложение. Спасибо большое, Машенька, что написала. Давайте, как бы, ты же мне пишешь, как взрослый, да, там такой а-ля подруги, а в то же время, типа, кому-то взрослому, вот кто тебе скажет, вот как они на это смотрят. Ситуация у тебя достаточно, такой, если обобщить, достаточно стандартная. Мы все растём в каком-то маленьком сообществе под названием «семья». А у некоторых детей это немножко другое сообщество. Это в детском доме, или они живут у каких-то родственников, или они бездетные, бездетные, бездомные, и живут они в каких-то, ну, таких вот, ну, общинах, что ли, бездомных людей, или каких-то там, может быть, страйбах, да, каких-то там сектах, ещё в каких-то вещах. То есть мы все с самого детства находим в каком-то микрообществе, и всё, что мы знаем, это микрообщество. Поэтому, когда ты начинаешь взрослеть, у тебя включаются мозги, ты начинаешь выходить из детства, ты начинаешь неожиданно вдруг для себя с шоком понимать, что то твоё состояние, окружение, которое тебя всегда окружало так, что не у всех так. Для кого-то в хорошую сторону, для кого-то в плохую, а чаще что-то лучше, чем у кого-то другого, что-то хуже, чем у кого-то другого, кто вырос в какой-то другом микроклимате. То есть ты начинаешь сейчас осознавать твой микроклимат. Вот у тебя действительно идёт быстрое развитие твоего головного мозга, ты начинаешь выходить из такого чистого детского возраста, но при этом у тебя никакой точки опоры нет. То есть то, что есть, это всё, что у тебя есть, да, то есть нельзя человека в таком чувствительном возрасте, когда на него можно, на его мировоззрение в будущем сейчас можно сильно повлиять, там, давать тебе ваши советы, что типа, а, забей, там, типа, ну, у всех бывает, некоторым хуже, чем тебе, это не совет, это просто вот как бы insensitivity, да, то есть это какая-то нечувствительная жестокость. Поэтому давай начнём с вас. Твоя ситуация с тем, что тебе не только твои родители, родители вообще непонятно где, я так понимаю, почему-то ты разговариваешь про бабушек, у тебя основные отношения с ними. Родители, я так понимаю, как бы выросшие дети, которые родили ребёнка у тебя в данном случае, а сами как бы взрослыми не стали. Вот они там разбираются в своих разводах, недопониманиях, и там ещё в каких-то своих вот этих бытовых проблемах, в какую-то достоящину играют. Я так понимаю, что так каковую роль родительскую в твоей жизни выполняют бабушки. И именно поэтому с ним, к ним у тебя больше всего эмоций. То, что ты говоришь, как научиться жалеть, это у тебя нет проблем с испытыванием эмоций, просто у тебя сейчас другие эмоции ты испытываешь. То есть ты к ним, к своим бабушкам, испытываешь очень много эмоций. Я не хочу, чтобы ты пугалась, что ты там социопат, или у тебя что-то не так, что ты не можешь что-то почувствовать. Всё ты прекрасно чувствуешь. Просто у тебя эмоции одни перекрывают другие. Так что в плане эмоционального здоровья всё нормально, всё нормально. Всё ты чувствовать можешь, просто в данной ситуации у тебя накладывается одно на другое. Тот факт, что ты такие острые эмоции испытываешь именно к бабушке, а не к причине своих проблем, а это родители, которые тобой не занимаются. То есть по сути, ну как бы формально, да, если вот мы, ты вот сейчас стоишь на своём островке, и как бы ты выросла до такого роста, что начинаешь выглядывать и смотреть на мир, смотреть, боже мой, довести совершенно всё другое по-разному, и оказывается, что у меня это ненормально, и мне так плохо, и я не хочу, чтобы там было. Да, ты права, ненормальная ситуация. То есть то, что тебе не то, то, что родители вообще как-то отсутствуют в этой картине или присутствуют непонятно как, и единственной родительскую функцию выполняют бабушки, которые уже через два поколения, но мозгов у них всё равно нет, понимают, что ты ребёнок, и они уже сами впадают, я так понимаю, в какое-то детство, то есть какой-то такой, знаете, эгоизм. У них возраст, у них плохое здоровье, они в зависимом положении, я так понимаю, относятся к своих возрастных детей, они боятся остаться одни. То есть у них есть свои целые куча, клубок причин, по которым они выбирают вективную роль. При том, что для тебя они должны играть роль наставника, защитника. А при этом вот эта вот моя хата с краю, это меня не трогай, вы сами там разбирайтесь. То есть я так думаю, твои бабушки, конечно, неадекватно себя ведут в этом плане, и, скорее всего, они всегда были такими вот вективными женщинами, которые плыли по течению, как-то чё-то где-то родили своих детей, такими же их пассивными и неосознанными вырастили, и вот их возрослейшие дети выросли, стали выполнять ту же самую программу, но неосознанно, без того, чтобы войти в полную свою силу. То есть возникают такие, знаешь, поколения повзрослейших детей, которые никогда не стали сильными взрослыми людьми. Это ненормально. Это, конечно, плохо. И мне... Я очень сожалею, что твой микроклимат, твой микрокосмос, да, в котором ты росла, он вот такой. Теперь давай следующее. О причинах. Всё-таки главной причиной... То есть эмоции у тебя сейчас идут к бабушкам, но главный виновник, да, проблемы, не бабушки, они-то с тобой, ну, по крайней мере, та, которая со стороны папы, она с тобой играет, она с тобой занимается, она тебя кормит, то есть она какие-то функции выполнять может, да. Проблемы в отношениях у тебя с отцом, который, я так понимаю, там, как бы вот... Ну, вот человек какой-то незрелый, скорее всего. Возможно, он какой-то такой вот человек-отшельник. Он, может быть, никогда не хотел семьи, как-то всё это получилось, и он вот не научился нести ответственность за свои решения. Такие большие решения, как создать новую жизнь, привнести ребёнка в этот мир. И он что-то как-то бултыхается, и, видимо, сам не совсем понимает, какая его роль в ваших с ним отношениях, что ему нужно делать, что ему не нужно делать. И тут такой возникает, знаешь, такой вопрос. Если ты... Ты должна себе вот фундаментально ответить на этот вопрос. Ты хочешь, чтобы у тебя были отношения с этим мужчиной? Классическим отцом он не станет никогда. То есть, как бы, нужно, с одной стороны, признать, что ситуация ненормальная, но, с другой стороны, признать, что она реальная, и она такая, какая она есть. От того, что ты будешь обижаться, от того, что мы будем обижаться, предъявлять претензии, пытаться какие-то придумать тактики, мы не можем в корне изменить уже взрослых людей. Они изменятся только, если они этого сами захотят. И ожидать от себя, от судьбы, от обстоятельств, что вот вдруг это произойдет, это себя накручивать и жить с вечным чувством вины. Ты ни в чем не виновата. В том, что у тебя такие бабушки, в том, что у тебя такие родители, которые развелись. То, что вот ты просто поставлена вот в данные условия. Вот давай в этих условиях, да, сначала как бы не хочется дать тебе какую-то квоту понимания, что действительно некрасивая, неправильная ситуация. Но это, если мы будем в этом вариться, я хочу тебе сказать, мы к решению, к хэппи-энду мы не придем. Поэтому, когда тебе очень плохо, ты всегда признавай правду, какой горькой бы она ни была. Это мне всегда помогало, всем людям, которых я знаю, которые пользуются этим методикой, это им помогает. И отделять себя от своих чувств тоже помогает. Говорить не то, что я ненавижу, или, там, мне обидно. А знаешь, как вот, когда нахлохлынует, на чувство нахлынет, говорить себе вот так ментально, можно даже написать. Ко мне приходят мысли о... Меня посещают мысли о... Ко мне пришли ощущения того-то и того-то, там, то есть гнева, раздражения, обиды. Меня сейчас посещают мысли о том, что я обижаюсь на бабушку. Понимаешь, когда ты создаёшь, когда ты... Это же совершенно фактически правильные высказывания. Но они ставят вещи, как бы, то, что... То, что чувство, это не идентично тебе. Я что-то запутываю в словах, извините, сегодня устала. Чувство — это не ты. Ты — это не чувство. Но вы с ними живёте вместе. То же самое с мыслями, то же самое с идеями. Когда ты составляешь вот эту причину, естественную следсть, есть я, есть процесс, то есть момент сейчас, в этом моменте сейчас есть вот эти вот абстрактные, не очень объекты. Чувства — это физические объекты, потому что мы их ощущаем всем телом. Мысли — немножко более абстрактные объекты. Идеи, концепции и так далее. И чем чаще ты будешь строить вот эту цепочку, я сейчас, у меня такие-то мысли, сейчас меня посещают такие-то ощущения, ты сразу, тебе сразу станет легче. Вот я не знаю людям, которым не становится хотя бы на маленькую квоту легче, когда они вот эту цепочку выстраивают, потому что тогда нет ощущения безысходности, и нет ощущения загнасти, оно немножко спадает, это ощущение безысходности, загнанности, или такого, знаете, ощущения overwhelming, когда, ну, слишком много всего сразу. Как только вы это отделяете, как отдельные вещи, это, конечно, нечто, которое существует только в данный момент времени, ты обретаешь свободу и контроль над собой, хотя бы частично. Далее. Когда ты дошла до этого ощущения, что ты там не бултыхаешься просто в каких-то негативных эмоциях, да, а уже можешь, имеешь возможность как-то что-то обдумывать, ты пойми, что чувства, они могут быть бабушке, потому что, или бабушкам, потому что они ближе всего, допустим, с ними постоянно взаимодействуешь, да, но при этом корень проблемы это твои родители. И тогда, если мы начнем думать о том, что мы, что ты можешь сделать, ты можешь поменять только себя, вот больше ты ничего не можешь делать. Когда ты повзрослеешь, когда ты пойдешь учиться, начнешь подрабатывать, и начнешь строить свою финансовую независимость, а это очень важно, ты видишь, насколько это плохо зависит от людей, которые тебя не понимают. Поэтому, как бы, выучивай уже сейчас, что ни замужество не спасают от этого, ни какие-то богатые или перспективные бойфренды, ни богатые родители, ни какие-то вот такие вот неудачи, ни лотерея. Нужно выстраивать себя, чтобы смочь выжить, если вдруг чего, и самой. То есть найти какую-то работу, найти какой-то угол. Можно снять комнату, можно даже снять комнату на пару с кем-то. Главное, чтобы была своя кровать, и ты мог себя чем-то кормить, как-то себе свою безопасность и комфорт внутренне обеспечивать. Сейчас тебе только 13 лет, но если ты с этой мыслью подружишься сейчас, тебе намного будет проще проходить через периоды уже взросления, когда там появится куча новых подруг, одеваться, краситься, социальная динамика, с кем-то встречаться, заниматься сексом, не заниматься, выходить замуж, не выходить, целоваться, не девушки, мужчины, работа, учеба. То есть много впереди в жизни будет всякого такого, что основой для понимания вот этих всех процентов ты заказываешь сейчас. Поэтому, если ты сейчас уже начнешь регулярно себе строить в голове, что я буду независима, я буду заниматься, как только у меня появится возможность это подрабатывать, что-то делать, я буду строить свою финансовую независимость. Если в это включено, что ты будешь скрывать свои доходы от своих родственников, я не знаю, там бабушки отбирают у тебя деньги или нет, там какие-то финансовые отношения, я тоже не знаю. Значит, ну так, ты будешь фильтровать, грубо говоря, базар. Теперь профильтровать базар. Все, что ты можешь сейчас делать, это изменить свою линию поведения и работать над своими чувствами, выстраивать свои мысли и чувства так, как тебе надо. Потому что сейчас они просто на тебя вот так накидываются, ты не можешь в них разобраться. Я тебе уже дала один маленький приемчик, как вот выстраивать эту цепочку, что ты здесь, чувства мысли вот здесь. И тогда ты можешь начинать разбирать. Это делать нужно регулярно. Когда у тебя появится такая свобода, ты должна принять решение, хочешь ты иметь отношение со своей мамой, со своим папой. Возможно, сейчас ты не уверена. Но в принципе, так в целом, большинство людей, большинство, за редкими исключениями, принимают решение обычно в каких-то отношениях состоять. Отношения, однако, не должны тебе приносить боль, эти люди не должны тебя унижать, эти люди не должны приносить физическую боль в том числе. Если этого не происходит в какой-то явной форме, там тебя никто не оскорбляет, не насилует, не унижает, не бьет, тогда можно рассмотреть, в какими эти отношения могут быть, чтобы они выполняли хоть какую-то для тебя позитивную функцию. Поскольку тебе 13 лет, тебе твой микрокосмос нужен, тебе нужны люди, которые тебе могут чем-то помочь, как-то тебя поддержать. Но тебе придется их учить, как себя вести с тобой, чтобы какие-то вот эти полезные функции между вами выполнялись, какой-то обмен энергии и какими-то там, не знаю, помощью шоу. Это тяжело в 13 лет. Да и это вообще тяжело, я тебе так скажу. И в 20, и в 30, и в 50, и в 60, и в 80. Но, слава богу, мозги у тебя есть. Вроде как у меня такое ощущение, что периоды одиночества тебе удается найти, когда у тебя есть возможность подумать. Поэтому можно начинать сейчас. Подумай, если ты думаешь, что все-таки отношения с твоим папой тебе в какой-то форме нужны, попытайся нарисовать в какой форме с тем человеком, который он есть уже. Ты могла бы, как бы, ну хорошо, вот этого, этого нет, но вот это и вот это, если бы он сделал немножко по-другому, было бы нормально. И начинай вот в эту сторону гнуть свою стратегию. И так, к счастью, к сожалению, со всеми людьми. Люди почти никогда не соответствуют какому-то, знаешь, вот идеальному сценарию. Это было бы неплохо, но чем ты больше фокусируешься на каких-то виртуальных, из книжек идеальных сценариях, тем более несчастной ты становишься. И, к сожалению, работает во всем. В карьере, в работе, в любви, в семейных отношениях. То есть все вот эти идеальные сценарии, там, счастливая, красивая мама с кудрями, папа такой весь тоже под жарой, детки умницы, красавицы, и бабушки такие добрые, что-то там вяжут. Это, я бы сказала, даже исключение, в основном, из правила, нежели правило для большинства семей. Однако не в этом состоит счастье отношений с людьми. Самое, наверное, базовое, чего бы хотелось отношения с родителями или с бабушками, это такое, знаешь, вот, вот минимальное. Это такое периодическое, вот, tap on the shoulder, то есть, типа, привет, я тебя вижу, ты как, ничего? Хорошо, я тоже хорошо. Вот такие маленькие обмены, они, на самом деле, очень помогают в каждодневной жизни. Поэтому тебе нужно просить и, как бы, учить этих людей это для тебя делать. Например, если бабушка говорит, ты уже взрослая, там, я не знаю, не трогай меня, ты должна ей объяснять, что я понимаю, что ты, как бы, это отношения мои с моим отцом, но я тебе об этом говорю, чтобы ты меня просто поддержал эмоционально, потому что ты же понимаешь, что это тяжело. Было бы же лучше, если бы он интересовался моей жизнью. Я понимаю, что ты не можешь его заставить это делать, но ты можешь мне посочувствовать. Это всё, что мне нужно. То есть, людям иногда нужно объяснять, как себя вести, и даже иногда, почти всегда. Хочешь ты это делать, не хочешь, тебе нужно просто принять решение. Если ты примешь решение ничего не предпринимать, то более вероятно, вы будете просто отдаляться друг от друга. Это иногда работает, такой метод просто, ну, как бы, тихо отходить. Но это чаще всего работает, когда у тебя уже есть финансовая независимость, и у тебя есть другая, другие микрокосмосы. Допустим, ты, там, если человек уже создал новую семью, или у него есть крепкий круг друзей. Поскольку в данной ситуации у тебя этого нет, мне кажется, ты очень много можешь выиграть, и, как бы, бонусы от этого будут приходить тебе ещё через 20-30 лет, если ты начнёшь людей вокруг себя тренировать, как с тобой общаться. Они, там, со своими болезнями, разводами и всякими делами, явно недостаточно думают головой. Ну, что поделаешь, неприятно, обидно, да. Но их нужно просто учить. Обвинять бесполезно, не работает, это мадресомата уже зависело. Закрываться в себе и как-то всё это переваривать тоже не работает. Люди как бы не считывают ни наши мысли, ни эмоции, а на чувстве вины тоже далеко не уедешь. Поэтому представляй себе, что ты людей, вот, как бы, не пытаешься поменять, а пытаешься натренировать. Посмотри, ну, что вот твой папа в состоянии сделать. Если он в состоянии тебе, допустим, звонить раз в неделю, да, то ты можешь, как бы, договориться с ним, что ты знаешь, папа, для меня очень важно, для того, чтобы ты проявлял ко мне заботу. Ты можешь ко мне заботу проявить тем, что будешь каждый, там, не знаю, выходной или когда вы договоритесь, там, можно договориться на какое-то расписание. Каждую субботу будешь звонить и спрашивать мне, как у меня дела. Я тебе тоже буду звонить, но мне важно, чтобы ты мне звонил хотя бы раз в неделю. Там, по расписанию, без расписания, будет он звонить или будет он, будешь ты ему звонить, но ты ему скажешь, мне важно, для меня важно, чтобы ты, как мой папа, как мой отец, как мой родитель, спрашивал меня, как у меня дела. Потому что я тебе рассказываю, но я, но мне важно, чтобы ты меня сам спросил. до того, как я тебе рассказала, или выбери, то есть выбери кому, что может для тебя это не так важно, может для тебя важно, чтобы у вас какие-то были общие шутки, или вы вместе куда-то ходили, может быть для тебя важно, чтобы, ну то есть для разных людей вот в мелочах общения важно разное, и на этом лучше сфокусироваться, что вот этот человек такой, как он есть, как ты думаешь, он способен сделать и делать регулярно, чтобы тебе было более комфортно, как только ты это поняла, то есть просить от него невозможно, чтобы он был героем там на белом коне, ты понимаешь, так мир не работает, и ты тоже не можешь вдруг стать другим человеком неожиданно, that's ok, никаких проблем, но ты подумай, а какие вот более маленькие вещи регулярно он для тебя может делать, от которых ты можешь его попросить, и тут главное иметь, конечно, в себе вырабатывать выдержку, спокойненько, методичненько, просить, еще раз напоминать, еще раз напоминать, еще раз напоминать, просить, бабушке тоже говорить, не раздражаться, мне 13 лет, ты что мне говоришь своей бабушке, а спокойно, потому что они тебя не услышат, если ты будешь на эмоциях, если у тебя захлестывает эмоция, как я уже сказала, нужно найти какое-то место, где ты можешь так подышать, и можешь отделить себя в настоящий момент ощущения и мысли, потом, когда оно немножко уляжет, потому что эмоции, это же очень физиологическая вещь, ее просто так вот по щелчку не остановишь, поэтому нужно себя физически куда-то удалить, да, в какое-то место, где ты можешь вот эти все волны остановить немножко, чтобы они успокоились, расслабились, это помогает дышать и методически в голове выстраивать вот эти вот цепочки, где я, где настоящий момент, где прошлый момент и где какие-то мысли и эмоции. И постепенно-постепенно мытьем и катанем людей учить, что тебе от нее надо. От твоей бабушки, если тебе не нравится, что она вот отнякивается, проси ее, бабушка, я тебя не прошу что-то делать, но я хочу, чтобы ты мне посочувствовала. А та же другая бабушка, которая у тебя крепко выражается и зовут в школе, к сожалению, нет, да, нередкое явление, что те, кто учит детей, сами не особенно разбираются в вопросах ни этики, ни морали. Тут со второй бабушкой, мне кажется, она достаточно уже очерствевший человек, и тут я бы свои ожидания поумерила немножко. Я даже не знаю, чего от нее можно ожидать. Наверное, ее можно натренировать, чтобы она к тебе не лезла. Потому что, мне кажется, сама подумай, есть ли ей что тебе сказать. Зато она может что-то для тебя сделать, да, как для тинейджера, для ребенка, чтобы у тебя было все равно стабильное окружение. Вот то, что тебе нужно. Тебе нужно стабильное окружение, чтобы ты могла доучиться, дорасти, набрать какие-то силы, расправить крылья, а потом ты будешь сама уже выбирать, с кем как. Ты найдешь людей, которые тебе намного больше подходят. Но сейчас тебе нужно создать безопасное и более или менее комфортное существование для себя. А для этого требовать, ну что ты потребуешь? Ты же ребенок, да, у них вся власть. Тебе нужно их как бы негациировать, тебе нужно им их просить, их мытьем и катанием добиваться. Я думаю, что вот с бабушкой, которая крепко выражается, зовут в школе и пишет, говорит тебе, ты что охренела, когда ты говоришь о проблеме с подругой, возможно, с ней о проблемах с подругой разговаривать не стоит. То есть ты просто подумай, а вообще могла, да если бы она была в другом даже настроении, могла бы она тебе что-то полезное на эту тему сказать? Скорее всего нет. Поэтому не к ней с этими вопросами. Нужно найти в другой бабушке пойти, поговорить, я не знаю, где там мама, может быть, есть какая-то... То есть поискать каких-то других людей, с которыми ты можешь начать говорить. Я уверена, что у тебя есть дальние и не столь дальние родственники, которым ты можешь позвонить. Это ничего страшного, если ты чувствуешь, что человеку можешь доверять, и он всегда себя вел как-то спокойно, вдумчиво, разумно. Может быть, тетя какая-то есть, или там еще какая-то родственница, там троюродные какие-то сестры и братья и так далее. Ты можешь начинать настраивать отношения с более широким кругом родственников. Если ты чувствуешь, что идет, ты скажешь, а можно я тебе буду звонить там периодически, иногда с тобой разговаривать, потому что мне очень нравится с тобой разговаривать. То есть лучше всегда людям говорить что-то приятное, что между вами устанавливает контакт, нежели, допустим, жаловаться, ой, можно я тебе буду звонить, потому что там бабушка дура, ничего не понимает, и вообще я на нее обижена. Это отдельное. То есть эти отношения, они отношения с твоей бабушкой, с ней же нужно их выяснять. Если мы говорим о том, что ты ищешь нового друга, или там с кем-то новым родственником, кто будет эту функцию твоего наставника выполнять, лучше делиться вот позитивными моментами, которые вас объединяют. Посмотри, есть ли у тебя такие кандидаты, если вы с ними общаетесь мало, сейчас не беда, главное начать. То есть позвонить, спросить, как дела, там, не знаю, сказать, ты знаешь, я вот не знаю, с кем посоветовать, хотела просто с тобой на тему, и какую-то нейтральную тему, что-нибудь такое не очень, не очень жареное. Если человек вовлечется в разговор, и ты почувствуешь, что у вас как-то хорошо получается разговаривать, я скажу, а можно я тебе буду звонить иногда, если у меня есть какой-то вопрос. Я думаю, что ни один человек, особенно с которым у тебя хорошие, это хорошее сложилось общение, тебе не откажет. Тогда ты можешь потихоньку эти отношения менторские такие, наставнические налаживать, с кем-то кому ты можешь доверять. А этой бабушке, возможно, она готовит хорошо, да, возможно, она может тебе помочь разрулить какие-то проблемы с оценками, может быть, она может что-то помочь тебе понять о том, как правильно, какие будут экзамены в будущем, какие годы, какие оценки важны. Может быть, там, допустим, убиваться за какие-то определенные пятерки в четвертях не обязательно, там, до какого-то класса, а с какого-то класса это важно. Она может тебе сказать, подсказать, может быть, я не знаю, что-то про учителей, как правильно найти подход к какому-то учителю. То есть подумай, что она хорошо знает, что она делает хорошо. Что-то у каждого человека есть. Может быть, она там, не знаю, пыль хорошо протирает, может быть, она какие-то книжки по какой-то теме читает. То есть ты не пытайся натягивать на нее роль такой вот бабушки на все времена и народы. Ты посмотри на этого конкретного человека трезвыми глазами, посмотри, что у него плохо получается, и пойми, что в эту сторону лучше даже не копать, чтобы не тратить свое время и силы, и эмоции. И посмотри, что у нее есть, что она тебе может дать. И, соответственно, если она тебе это дает в какой-то степени, не забывай ее благодарить. Тебе нужно людей всегда тренировать. Если они делают что-то приятное, обязательно давай им знать, насколько это было классно. Если ты чувствуешь, что этому человеку будет приятность, ты ее открытку сама нарисуешь, нарисуй открытку. Если она больше реагирует на слова, скажи что-то словами. Если ты чувствуешь, что человеку очень нравится, когда за ним как бы ухаживают, он тебе что-то приятное сделал, сказал, как тебе помог, бабушка, папа, еще кто-то, ты возьми, не знаю, скажи, давай я посуду помою. Или там что-то. То есть ты многое, что можешь им дать тоже, эмоциональную поддержку в том числе. Кого-то обнять, где-то что-то помочь, убрать, постелить, где-то написать, где-то сказать, где-то что-то, какой-то подарочек. Не обязательно же покупать подарки. Ты можешь что-то сделать, какую-то памятную вещь. А начинай обращать внимание, что эти люди, на что они реагируют. Поверь мне, вот эти тактики, они работают на всю жизнь. Да, тебе сейчас приходится быстрее развиваться, да, и эти тактики учить, чем, может быть, хотелось бы. Хотелось бы подольше быть вот в этой фазе полудетства, но ты знаешь, что именно сейчас, если ты научишься эти вещи в людях считывать и тренировать их, как с собой общаться, и не лезть, скажем так, на рожон, где ты знаешь, что там дело тухло, искать альтернативы, да, а именно вот искать какие-то пути, где что-то можно залатать, где откорректировать, где можно найти из другого места и смотреть на ту реальность, с которой ты находишься, с теми людьми, которые вокруг тебя. Если ты сейчас начнёшь учиться это делать, поверь мне, ты будешь выше всех на 10 голов, когда ты вступишь во взрослую жизнь. И опять же, когда тебе нужна какая-то вот эмоциональная поддержка, там, обнялись, чтобы тебя, и что-то тебе сказали, ты подходи и говори, ты знаешь, мне нужно, чтобы ты сейчас меня обняла. Ты можешь меня обнять? Вот так, вот прямо вот так. Или, допустим, ты знаешь, мне вот сейчас плохо, мне нужно успокоиться. Для того, чтобы мне нужно было успокоиться, ты мне можешь сказать, как-то мне просто меня поддержать словами? Типа, вот мне сейчас это нужно. То есть, от людей нужно просить. И те, кто более респонсив, да, те, кто более откликаются на твои просьбы, сразу вспоминая, вот с этим человеком хорошо, получается вот такой обмен. Соответственно, я к нему буду с этим обращаться. Не ожидать от всех всего сразу, и от себя в том числе. Будет не получаться, будешь срываться периодически. Чем ты дальше будешь себя тренировать, отделять мысли, чувства от себя самой, и с другими людьми это делать, тем постепенно, постепенно тут будет лучше получаться, там будет лучше получаться. А через несколько лет ты тренируешь себя так, что ты всеми будешь вот так вот заправлять. И когда с человеком что-то не сходится, ты сразу будешь вовремя отстраняться, а не пытаться долбиться в закрытую дверь. Это самое страшное, что я вижу, когда люди проживают всю жизнь и долбятся в закрытые двери. Так можно просрать всю жизнь. Всю жизнь. В каких-то обидах, ожиданиях, что кто-то изменится, постоянно внутри своей, описывая этот один-единственный сценарий, который почему-то не сложился, и вот всё теперь. И вот ходить как вот пони по кругу. Это самое страшное. И мне бы очень хотелось, чтобы ты научилась себя от этих вот, вот этих накручиваний, хождений по кругу, одновременно сидя на одном месте, чтобы ты научилась себя от этого защищать, от этого, от этой позиции вективности. Что типа, всё происходит со мной, я бедная и несчастная, я ничего не могу сделать. У тебя уже 13 лет. Ты в очень неравных сейчас условиях, но у тебя есть мозги. То, что ты написал мне это письмо, что ты проанализировала ситуацию, у тебя очень много хороших задатков. Тебе просто нужно в каком-то смысле стать собственным родителем. И ты знаешь, как это не парадоксально, я бы сказала, 90% людей, у которых что-то вот в жизни сложилось, как они хотели, они в какой-то момент это поняли. И стали сами себе родителями, стали сами себя воспитывать. Если ты решишь, примешь решение, что ты будешь сама себя любить, сама себя воспитывать, от окружающих людей брать и давать, что они могут, и им показывать, как надо, как вот так не надо. Вот так давай. Вот если ты мне что-то даёшь хорошее, спасибо, чтобы человек тоже помнил, что ты это ценишь. И тогда ему будет ещё хотеться это сделать ещё раз. Вот настраивай вот эти вот обратные связи. Если ты сейчас начнёшь, примешь решение учиться это делать, у тебя все шансы, ну просто потрясающий успех в будущем. И через 10 лет даже свои отношения с этими людьми, насколько они не идеальны, прямо скажем, даже отношения с этими людьми через 5, 3, 5, 10 лет будут совершенно другими. Но тут уже, понимаешь, нужно браться за себя, нужно себя жалеть, нужно себя успокаивать, нужно с собой анализировать, нужно отделять мысли и чувства от своей идентичности. И путешествие, и искать отношения других новых людей, хороших людей, умных, мудрых людей, людей, которым можно доверять, пока среди своего близкого крови. Когда ты уже будешь взрослее, ты сможешь себе позволить общаться с другими взрослыми людьми, которые вне твоей семьи. А сейчас подумай, какие есть люди, которые могут тебе дать какие-то грани чего-то того, что тебе нужно для того, чтобы чувствовать себя спокойно и продолжать развиваться. Вот такое мое видение проблемы. Мы говорили очень много, надеюсь, они сильно вас утомили. Машенька желает тебе всяческих успехов. Я надумаю, что у тебя все будет хорошо. Главное, главное, главное помнить о том, что нужно себя любить, жалеть и себя воспитывать. Изменить мы можем только себя. И это, наверное, самое лучшее вложение вообще в жизни. Все. Спасибо большое за внимание. Если у вас есть какие-то мысли по поводу ее ситуации, если вы хотите какие-то дать советы, может быть, вы знаете какие-то ресурсы, где... Ну, тут 13 лет, да, опасная ситуация советовать Маше искать каких-то интернет наставников. Это очень опасно. Но если вы знаете какие-то официальные ресурсы, какие-то, может быть, онлайн-книги, может быть, какие-то у вас есть советы, как ей в свои 13 лет начать строить свою зону комфорта в той ситуации, в которой она есть сейчас, пожалуйста, напишите комментарий внизу мне и Машеньке и всем, кто смотрит канал. Я думаю, будет очень важно ознакомиться с вашими идеями, мыслями и тактиками. А за всем прощаюсь. Спасибо вам большое за внимание. Желаю вам всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok